Пана Геннадия, вы видели, наверное, что уже сообщает о происходе в Белгородской области. И вот о бойцах, которые заявили, что взяли под контроль село Козинка в Белгородской области Российской Федерации, а также в телеграм-канале Легиона Свободная Россия утверждают, что гора Подол, это такой вот населенный пункт, гора-Подол пройдена. Легион с РДК приступили к штурму Грайверон. Не знаю даже, где ставить ударение. Песков же сообщил, что о попытке прорыва в Белгородской области уже доложили Путина. Однако диктатор сейчас занят, обсуждает гуманизацию российского законодательства. Пана Геннадия, вот что можно об этом сказать, насколько это может отвечать действительности? И считаете ли вы легитимным вот такие действия диверсантов и, может быть, даже их определенное поощрение украинской стороной? Ну, я вообще удивлен, что они так поздно начались, эти диверсионные действия, на территории противника. Или, может быть, они вовсе и не начинались, а продолжаются просто. Потому что мы видим, что в России горят заводы военные, горят различные объекты, горят много того, что используется для войны. Вполне возможно, что просто эти диверсанты действовали и раньше, но они никогда это не афишировали, не говорили. Давайте не будем забывать, что, конечно, конечно, безусловно, вот сейчас те диверсанты, которые действуют за диверсионной разведывательной группой, представленной российским так называемым легионом, они преследуют цель не только сделать дело, но они еще преследуют цель заявить о себе, чтобы подать пример очень многим россиянам, которые хотели бы принять участие в сопротивлении Путина. Они хотели бы, наверное, вот об этом заявить, и чтобы знали дорогу, и знали путь, и знали способ, что можно сделать для того, чтобы одержать победу над общим врагом, каковым является для всех нас путинский режим. Я всегда говорил о том, что это священное право россиян сражаться на территории Украины против путинизма вместе с украинскими вооруженными силами. И в этом смысле территория России для диверсионно-разведных групп, особенно его военная инфраструктура, логистика, это законная цель. Это законная цель, потому что никто не вынуждал Россию нападать на Украину, а если бы она напала и вошла на территорию Украины в российской оккупационной армии, то Россия получает по полной программе ответ. Ну, я единственное хочу сказать, что стратегия и тактика украинцев абсолютно правильная. Удары наносятся по военной инфраструктуре, по органам власти, по логистике, по снабжению, по складам, по производству военному. Это абсолютно правильные, абсолютно грамотные, абсолютно морально-нравственные направленные действия, на которых мы много раз говорили, что они имеют абсолютно законный с точки зрения войны характер. Ну, любые сейчас инсинуации, что за этим стоит Украина, разумеется, это и есть, и будет дело рук кремлевских политтехнологов. Вот, опять-таки, ссылаясь на заявление представителя гуру Андрея Юсова, он говорит, что ответственность подтверждает, что да, мы знаем, что ответственность за эти события взяли на себя граждане Российской Федерации, именно силы РДК и Легиона Свободной России. Но вот сейчас вопрос, как на это будет действовать Путин? Остались ли у него какие-то еще инструменты в его арсенале? Вы недавно в своем интервью говорили, Геннадий, про то, что самым эффективным способом рекрутинга в органы, в том числе и слежки, ФСБ и так далее, карательные органы, это просто обратиться к населению с просьбой стучать в каждый любой удобный момент, быть информаторами, это уже идет полная секьюритизация общества и так далее, погружается в тотальную атмосферу слежки, подозрений. Вы же знаете, что американцы официально обратились к россиянам с предложением о сотрудничестве. И я уже комментировал, мы с Евгением Кселевым на эту тему разговаривали. Я объяснил, что по законам по классике разведдеятельности, подавляющее большинство ценной, подчеркиваю, ценной агентуры, это те люди, которые сами вышли на разведслужбы с предложением о сотрудничестве. Подавляющее большинство агентов, это именно те люди, которые сами решили помогать по тем или иным мотивам, часто очень нелогическим мотивам, идейным пониманием, что со злом надо бороться. Вот эти люди выходят, и то, что сейчас американцы, и украинцы, насколько мне известно, об этом публично, открыто заявляют, это абсолютно правильный действие, они абсолютно оправданы в войне, они носят публичный характер, ну понятно, не само сотрудничество носит публичный характер, а призыв к нему, и мне кажется, что это правильно, это дает результат. Но я бы сказал, что, я об этом часто говорил, и даже там на меня иногда обижались некоторые украинцы, что я говорил о том, что можно с точки зрения Украины, украинского государства, украинской политической власти, эту тему можно очень сильно развивать. И создавать не легион небольшой, там сотни людей, которые там готовятся, которые тренируются, которые проводят вот эти разведные диверсионные действия, что мы это видим, они уже готовы к этому. А ведь мы можем, я думаю, украинское государство может поощрить создание более мощного корпуса, и желающих очень много. Многие тысячи, я бы даже сказал, десятки тысяч, десятки тысяч россиян уже готовы сражаться с режимом на полях битвы. И мне кажется, недооценить это нельзя. Вот уже, что называется, update и breaking news, новые уже детали того, что происходит в Белгородской области. В Российской Федерации проверяют информацию о падении вертолета там, и по предварительным данным он мог упасть вблизи населенного пункта Прохоровка. Ну и по данным изданий БАЗа, предположительно, речь идет о Ми-8, который ранее был замечен над Белгородом. Вот возвращаясь к теме, какие еще инструменты остались в арсенале Кремля? Как они будут реагировать на это? Куда уж дальше завинчивать гайки и какие гайки? Да никак они не смогут реагировать. Это война. Если есть и объединенные разведные группы, они готовятся, тренируются, обучаются и способны производить эти действия, о которых мы говорим, и мы сейчас это видим. Их становится просто больше. Потому что, видимо, качество и длительность подготовки позволяют уже проводить довольно дерзкие операции на территории противника. А я все время шучу, что еще немного Белгородская, Брянская и так далее области они заявят о своем суверенитете и готовности присоединиться к Украине. Прекрасные возможности для жителей этих областей войти в состав государства, которое скоро станет полностью европейским, станет членом Европейского Союза и будет интегрировано в свободное и обеспеченное всем экономическое и политическое пространство. Поэтому я бы рад вас о тех вопросах. Кстати говоря, можно ради даже такого троллинга Кремля я бы на месте, допустим, каких-то политиков Украины, но понятно, что это не должно идти от офиса президента и так далее, а я бы от имени политиков патрульного Кремля, что белгородцы там, ростовчане, присоединяйтесь к Украине, это исконно будут, вы же Древняя Русь, часть Древней Руси, присоединяйтесь, восстанавливайте исторические границы, будете частью Европы, будете частью западного сообщества, будете жить как нормальные люди. А с Путином пока вы там еще разберетесь, то ли вы успеете разобраться, то ли не успеете, а жизнь-то одна, присоединяйтесь. Я думаю, что это будет очень хороший троллинг, и поверьте, он не будет, он даст свои результаты определенные, но как минимум в понимании того, какое будущее ждет Украину, Украину и какое будущее ждет Россия. Удивительно, Геннадий, как вы, знаете, радикально по-другому запели, по крайней мере, так скажут некоторые наши зрители, которые, вот вы знаете, последние месяцы, ну, с начала войны, обвиняют вас, что вы остаетесь на, я их цитирую, на неоимперских позициях, и вот Гудков не согласен с необходимостью территориального, будем так говорить, территориальной перезагрузки Российской Федерации. То есть речь идет об ее распаде. Я выступаю против искусственного развала, раздела России, да, но Киев-то это же матерь городов русских, это же тут нормально все, это можно восстанавливать исторические границы. Поэтому это очень хороший троллинг, он, кстати говоря, не бесполезный, и он ни в коем случае не противоречит моим другим взглядам, потому что я об этом троллинге говорю уже, наверное, с полгода. То есть когда я уже, когда уже народ начинал, начал понимать, что война идет к другому совершенно финалу, а вот тут можно и потрогать Кремль. Например, депутаты какие-то определенные рады могут, верховный рад, заявить об этом, призвать. Они как бы не отражают вот официальную позицию МИДа Украины, они отражают личную позицию, ну, в смысле, служебную, служебную, должностную позицию президента Зеленского, но они могут высказать свое мнение в свободной стране, в украине же в свободной стране, к чему бы они не могли бы так обратиться к жителям Бридородской, там, Ростовской и далее других, так сказать, областей. Ну, это хороший, так сказать, троллинг, который, на мой взгляд, полезен сейчас. Вот это же тоже психологическая война ведется, информационная война ведется, война ведется идейная, идеологическая. Это одна из составляющих психологической войны, которая может, скажем так, вестись со стороны Киева и отдельных представителей киевской власти. Ну, вы, на самом деле, недалеко от истины, то есть, и абсолютной логичности такого шага. Вы помните, что ранее, несколько месяцев назад, украинский парламент Рада принял резолюцию, в которой признала независимость Ичкерии, Чеченской республики Ичкерия. Вот тоже, как некий такой механизм, позволяющий отделить... Это не поможет войне, это сильно не поможет, вот это признание. Я понимаю, что оно делается в пику, там, определенным каким-нибудь там заявлением политического руководства России. Это, может, тоже троллинг такой, там, какого-то уровня. А вот здесь прямо-прямо будет бить по-живому. Я помню еще по старым временам, вот в Калининграде, российском Калининграде, там никогда не было спиратистских настроений. По крайней мере, я никогда не все, хотя мы там работали, я курировал там работу и партии, определенных депутаток и так далее. А в Кремле боялись, что они там появятся. Еще когда не было никаких оснований для появления спиратистских настроений в Калининградской области, в Кремле страшно боялись, что они могут появиться. То есть они как бы опережали вот этот вот возможный крем. И вот сейчас очевидно, что Евросоюз может протянуть руку к Ленинградской области, сказать, ребят, а вы там получаете какую-то особую автономию, да давайте с вами установим особые отношения. То есть сейчас можно из-под Путина выбивать какие-то подпорки. Даже, наверное, нужно. Еще раз подчеркиваю, я за то, чтобы всю Россию демократизировать, превратить ее в свободную цивилизованную страну. В свободную цивилизованную, с правом народа там на самоопределение, по соответствующим международным законам, правилам, процедурам и так далее. Вот. Но потроллить можно. И это может дать свой результат, позитивный результат для войны. Ну знаете, уже троллят как бы наши братья-поляки, когда они приняли решение на уровне Сейма, если не ошибаюсь, перестать называть Ленинград Калининградом. Я уже не помню, у них есть свое историческое название этого города. И при этом, знаете, мне кажется абсолютно неубедительным вот эти визги российских пропагандистов и Кремля о недопустимости этого, в то время как они продолжают называть украинские города тот же Бахмут с коммунистическим названием Артемовец. Что называется, как говорил Владимир Путин, чья бы корова мычала, а Баша молчала. Геннадий, я хотел с вами еще также обсудить коротко, если вы не против, итоги саммита G7 в Японской Хиросиме. Участники этой встречи согласились с аргументами президента Зеленского о том, что формула мира может быть только украинской. И приняли ряд решений, в том числе придерживаться принципов устава ООН, таких как уважение с университета территориальной целостности конфликта, необходимо решать исключительно на основе диалога, не допускать односторонних попыток силы изменить статус-кво в любой точке мира. Международный порядок должен основываться на верховенстве права. Ну и вот из администрации президента сообщили, что в Хиросиме Зеленский провел двусторонние встречи с целым рядом лидеров и G7, а также некоторых лидеров глобального юга, в том числе Нарендре Моди, премьер-министра Индии, президентами Индонезии и Кореи, а также с премьерами Вьетнама и Австралии. Вот ваши первые впечатления о том, что там произошло, насколько они превысили ваши ожидания или же были тем, что примерно вы и ожидали? Насколько это оптимистично, все то, что там происходило для Украины? Нет, для Украины это точно оптимистично, потому что это очередное подтверждение неизменности крупнейших государств мира, крупнейших с точки зрения политического, экономического и прочего влияния. Мы великие, а это великие державы. Вот там, как ни крути, это великие державы, которые производят, ну, по-моему, больше половины мирового ВВП. То есть мы там посчитаем, там Япония тоже есть. Я не знаю, была ли там Южная Корея, она тоже сейчас входит в десятку крупнейших экономик мира. Вот поэтому, да, это серьезно очень. Плюс мы видим, что вот эти решения семерки, они подтверждаются дальнейшими действиями. Мы же с вами знаем, что сейчас наконец-таки решается вопрос обеспечения, обеспечения, мне больше нравится второе слово, обеспечение Украины боевыми машинами воздушными, современными. Я имею в виду 16, там и так далее. Может быть, будет поставлен вот этот Сандерболт, который там прекрасно работает на поле против бронетехники. Поэтому я думаю, что как раз вот мы видим то, что Запад снимает постепенно барьеры, которые еще раньше у него были. Хорошая встреча, хорошая резолюция, хороший итог. И самое главное, что этот итог находит практическое преломление, практическое воплощение поставки новой, все более современной, более точной, более мощной, наступательной, в том числе наступательной техники для украинских вооруженных сил, которая дает возможность победить в этой войне. И, естественно, мы рассчитываем, что победа Украины в этой войне будет означать начало краха путинского режима, без чего демократизировать Россию, превратить ее в нормальное цивилизованное государство, не угрожающее своим соседям, ну, практически невозможно. В этом смысле я считаю, что треть очень хорошая, позитивная. По крайней мере, я ее восприниму с большим, так сказать, оптимизмом. Ну вот уже поступили первые реакции от России и Китая, и они тут действуют сообща, судя по всему. Вот российский министр иностранодел Сергей Лавров, я вот буквально сейчас на ходу перевожу информацию от CNN телеканала, он просто подверг жесткой критике большую семерку G7, которая упивается, вот такой литературный перевод, своим собственным величием, цель которого это сдержать Россию и Китай. Ну и вот в связи с этим заявление о свежее Патрушево, о том Николай Патрушев, это секретарь Совета Безопасности РФ, стратегический курс Москвы предполагает дальнейшее расширение сотрудничества с Китаем. Патрушев отметил, что особую роль в укреплении российско-китайского партнерства играют доведительные контакты на высшем уровне. Ну, когда мы вот читаем дальнейшее расширение сотрудничества с Китаем, то тут нужно читать между срок. Разумеется, речь идет не о каком-то сотрудничестве на равных, а скорее о все большем попадании нынешней России путинской под влияние Китая и, соответственно, углубление собственного вассального статуса. Ну, в общем, это правильно, да, вывод. Но я могу сказать, что сейчас там какой-то готовится большой очень визит в Китай. Я думаю, что, наверное, ваша разведка, да и не только разведка, и МИДы в курсе. Путин там и его приспешники готовят мощный, так сказать, визит в Китай. Довольно крупные делегации, которые там пытаются выключить какие-то экономические и прочие контракты. То есть они действительно пытаются сейчас путем уступок сдачи России к Китаю получить от Китая что-то, что поможет им удержать дольше, ну, как бы, так сказать, военное положение на фронте. То есть дольше не удержать фронт. Поэтому мы сейчас с вами имеем, как бы, так сказать, ситуацию, я извиняюсь, у меня камера шатается, имеем ситуацию, когда Путин пытается продать частично, так сказать, независимость России за коврижки Китая. И это будет иметь тяжелейшие последствия для России, тяжелейшие. Конечно, Китай сейчас это не Орда с Чингисханом во главе, Но все-таки какая-то сейчас нынешняя ситуация напоминает ту, которая случилась с Россией тысячу лет назад. Вот почти ровно тысячу лет назад Россия стала надолго, на столетие, вассалом Орды. И, естественно, она задержала в своем развитии политическом, социальном, экономическом. Это был тяжелейший удар по историческому ходу событий в России. И я думаю, что это до сих пор сказал, в том числе и на вот этом гнете, и в жесточайшем крепостном праве, и вот этом сталинизме и так далее. Я думаю, что глубинное историческое наследие, печальное, оно идет как раз от завоевания Ордой Руси. И дохождение Руси более трехсот лет, ну, в полурабстве. Вот сейчас Путин, к сожалению, тиражирует что-то похожее из того печального, исторического, мрачного исторического периода, который произошел со страной, с Русью, ровно тысячу лет назад. То есть через тысячу лет назад мы возвращаемся к какой-то, может быть, более цивилизованной Китая-Монгольской империи, который будет продолжением того, что было тысяча лет назад, когда Россия была полностью под властью монгольских ханов. Геннадий, ну, наверное, вы уже сами заметили, что никакое интервью сейчас ни с каким из представителей российской оппозиции не обходится без упоминания Евгения Пригожда. Вот громкое заявление на днях, что все-таки Бахмут полностью завоеван. Украинская сторона не признает это, и пока не подвержена эта информация. Наоборот, даже есть успешные контрнаступальные действия по флангам с попыткой, возможно, даже окружения. Так, по крайней мере, это охарактеризуют военные эксперты. Но вот вопрос, учитывая, что после этого заявления он добавил Пригожину, что они, Вагнер, полезут в дыры, в норы, зализывать свои раны. Ну, собственно, что вы можете, какие вы видите дальнейшее развитие ситуации для Вагнера и для Пригожина? Какие его могут быть дальнейшие шаги? Ну, у Вагнера и Пригожина крайне сложная ситуация, я бы сказал, драматическая. Потому что Пригожин, по сути дела, он, во-первых, и раньше не был своим путинской элитой, а сейчас он просто открыто себя противопоставил всем, включая самого Путина. Но его позиции и умение говорить на публику, его вот эта искренность и вот этот народный язык делают из него фигур, которые они сами не могут уничтожить. Ну, то есть они не могут сейчас вытащить суд, арестовать и так далее. Потому что неизвестны последствия. Вернее, известно, они будут тяжелые для путинского режима. Особенно после того момента, когда наступление украинских вооруженных сил будет серьезным, результативным и потрясет этот весь строй путинский. Вот тогда фигура Пригожина засияет новыми красками. Они это понимают. И поэтому я думаю, что там даже, может быть, и специально они его там запихнули в этот Бахмут. Специально, я не знаю, там дали специально угроженные силы Украины продвинуться, как бы его же не дали. Но для Путина сейчас лучший вариант, для всех этих кремлевских преступников, лучший вариант, если геройский упадет Пригожин на поле боя. Пригожин присвоит орден, присвоит медаль, присвоит звание Героя России и начнут там яростно, так сказать, радоваться на каком-то там внутрикремлевском банкете. Ни другого варианта нет. Пригожин тоже понимает, что по большому счету у него дорога-то на, как знаете, по-моему, какая-то карикатура, когда богатырь подходит к этому камню, а там написано никаких вариантов. Вот, и вот никаких вариантов. Вот камень с таким вот, с такой надписью перед Пригожином. Почти никаких вариантов. Ну, может, есть такой вариант договориться с какой-нибудь среднецентральной африканской страной и туда пойти на службу, но, в общем-то, ситуация у него драматическая и трагическая. То, что, конечно, измотан Вагнер, то, что там понес чудовищные колоссальные потери, то, что Пирова это победа, что они захватили? Что они захватили? Развалины? Кусок территории? Чего они захватили? Они ничего не захватили. Они захватили выжженное поле. Какая тут радость-то, какое тут все за победа? Что, куда они там продвинутся? Никуда они не продвинутся. Это, да, потому что сказали, что это Пирова победа вполне возможно, потому что обескровленная российская армия этим бахмутским наступлением, они там 9 месяцев или 8 месяцев клали там солдат и офицеров непонятно ради чего. Вот. А сейчас, когда накоплена сила Украины, когда там и техника, и технология, которые являются сегодня доминирующим, помимо там мужества солдат и офицеров, доминирующим фактором победы, накоплен такой потенциал, который сейчас опрокинет всю эту российскую армию и заставит ее бежать. Поэтому эта победа, она, по большому счету, в военном, она может в политическом и психологическом смысле какое-то иметь значение, а вот в военном она абсолютно бессмысленная. Ну и Пригожин, я думаю, что Кремль уже решил, что он должен погибнуть на поле боя смертью Франкова. И у них другого варианта нет, вернее, у них нет другого варианта. И какие варианты есть у Пригожина, мне сказать сложно. Он сам себя загнал в этот угол, и я не знаю, как он на зиму выйдет. Но посмотрим, в любом случае будем наблюдать за этим конфликтом жесточайшим, за этой драмой, посмотрим, чем она закончится. Я так понимаю, что вооруженные силы Украины тоже не собираются там с ним в берегу играть, и он тоже для них лютый враг. И если, так сказать, у них будет возможность уничтожить Вагнера, в Украине, в Украине, в Украине, это надо сделать. Поэтому давайте наблюдать за этим событием. Я думаю, что оно очень симптоматично. Оно покажет, как дальше будут развиваться события на фронте, и чем это все закончится. Павел Геннадий, если можно, еще несколько минут. В завершение я хотел с вами коснуться так называемого ближнего зарубежья. Не политкорректный этот термин уже в Украине, но Кремль продолжает использовать этот термин. Вы хорошо разбираетесь, будучи еще депутатом, вы ездили в Армению с официальными визитами. И вот интересно, все-таки, это шахмат, я так сказать, бывшего постсоветского пространства. С одной стороны, Китай проводит саммит с главами центроазиатских держав. С другой стороны, бурлит сейчас Грузия по поводу отмены со стороны России виз, а также восстановление прямого авиасообщения. А с другой стороны, вот в Кишиневе выступают 70 тысяч человек за евроинтеграцию Молдовы, читай, против российского влияния. Ну и Пашинян готов признать Нагорный Карабаш частью Азербайджана, и при этом заявляет о возможном выходе Армении из ОДКБ. То есть, собственно, то, что мы видели 9 мая, когда прилетели эти лидеры на поклон к Путину, это было очковтирательство, и на самом деле можно ли говорить, что Кремль стремительно продолжает терять влияние в этих странах? Можно совершенно точно это утверждать, абсолютно. Это все подтверждается, как говорится, объективными показаниями приборов. Это не только наше досущее рассуждение. Конечно. Ну, единственное, вот Грузия сейчас между, как говорится, прошлым и будущим, потому что мы видим, что помимо того, что они проявляют какую-то фантастическую гибкость в отношении путинского режима, они еще позволяют дочери Сергея Лаврова не только приехать в Грузию, но и там зачищают под нее пространство, охраняют ее всячески. Ну, в общем, девочки себя чувствуют там абсолютно комфортно. В это время Грузия, та же Грузия, отказывает российским многим видам оппозиционерам в посещении страны, в убежище и так далее. Там идет серьезнейшая борьба между... Вот Грузия сейчас стоит на перепуте между прошлым и будущим, между демократией и возможностью реставрации авторитарных каких-то порядков. Что касается Армении, похоже, что критика Пашиняна дает результаты, поскольку Пашинян, конечно, обнулил серьезно свой демократический имидж, попав к Путину на 9 мая. И то, что они там сейчас будут вынуждены какое-то, видимо, признание сделать, попробовать заключить мир, это у них объективная ситуация, это требует. Они не могут там сейчас по-другому, потому что там, может быть, какие-то нужны им абсолютно хотя бы там мирный договор какой-то перемирий заключить, чтобы не воевать, не подвергать Армению риску большому. Пока Азербайджан там мы видим в военном отношении сильнее и мощнее, и ресурсов больше, и населения больше. Но надо, так сказать, я сейчас не даю оценку никаких, просто все это надо привести к какому-то знаменателю, по крайней мере. Сегодня это нужно обязательно сделать для Армении. Что касается Такаева, он давно уже на Путина не смотрит, я не знаю, зачем он проезжал к нему на 9 мая. Понятно, что Такаев делал свой выбор в пользу Турции и Китая, он будет там дружить, там общаться, и еще мы с вами не знаем, в каком направлении пойдет Турция. Будет ли там Путин в этой Турции, что вообще будет. Поэтому сейчас такая пограничная ситуация почти везде, вот в Среднем Востоке, в Ближнем Востоке, там довольно сложная ситуация. И, конечно, Путин сейчас все меньше и меньше на это влияет. Он полностью проиграл Кавказ. Я разговаривал с кавказскими политиками, они говорят именно так, что влияние Путина, ну, путинского режима, не самого Путина, путинского режима на Кавказ стремится к нулю. Стремится к нулю, они говорят. Даже вне зависимости от того, что там есть его некоторые протеже, ну, типа там его не швили в Грузии, там Пашинян в какой-то степени в Армении, хотя там все сложно, тем не менее, вот говорят, что влияние на Кавказе обнуляется. Поэтому совершенно очевидно, что Путин изгой. И вот эта его изгойкость, она только усиливается, углубляется, расширяется. Мы видим совершенно, так сказать, нежелание людей, с ним вообще оценивать мировых лидеров, политиков и так далее. То есть он чувствует сокращающиеся свои возможности. Поэтому он сейчас и в Китае. Мы для Китая там готов зеленую улицу дать по всем вопросам, даже в ущерб российскому суверенитету, безопасности, территориальной ценности и так далее. Мы еще увидим этот торг, это только начало. Будем ждать вот этого вот готовящегося визита в Китай огромной делегации. Я думаю, что, я надеюсь, что у Китая все-таки хватит мозгов. Не ссориться со всем миром, не делать то, чего сделал Путин. Потому что Путин сейчас наносит ущерб России колоссальный, непоправимый, никогда ранее не имевший прецедентов в истории многовековой, тысячелетней истории России. Не могу не выразить солидарность в этом вашем пожелании, что Китай окажется мудрее и дальновиднее в своей политике. Спасибо большое, что были с нами. Пан Геннадий Гудков, член исполнительного совета съезда народных депутатов России. Продолжение следует...